2016 год был благополучным для нашего села, в частности, совместно с советниками, с вами, при поддержке наших меценатов, была проделана большая работа по социально-экономическому развитию нашего села. Так, в частности, в 2016 году было реализовано несколько проектов, два из которых крупных и еще два проекта мы начали. Надеемся, что в этом году мы их закончим. Проекты финансировались из различных источников. Так, в частности, за счет госбюджета, а именно дорожного фонда, был реализован проект по ремонту моста по улице Ленина. Вы знаете, в каком состоянии он находился, возле бани. Он был капитально отремонтирован. Стоимость проекта составляет около 1 миллиона лей. Также начали строить нашу дорогу, которую обещали нам давно. В прошлом году началось строительство. Дорога была построена в белом варианте. Деньги, это порядка 5 миллионов лей, было выделено Национальным фондом регионального развития Республики Молдова. В этом году работы по данной дороге продолжатся. Стоимость проекта составляет, общая стоимость порядка 30 миллионов лей. Как позволит погода, они продолжат. До конца мая этого года планируется завершить данную дорогу, и она будет в бетонном покрытии. Также был проведен капитальный ремонт участка дороги по улице Советская, ниже Кладбище. Порядка 200 метров был проложен асфальт. Стоимость проекта составила 360 тысяч лей. Эти деньги были выделены Дорожным фондом Камрадского района. Основной задачей на 2016 год было строительство пристройки на одну группу, одноэтажной. Обшая стоимость проекта составляет 2 миллиона 714 тысяч лей, из которых 500 тысяч были выделены нам исполкомом Гагаузи. Из-за форс-мажорных обстоятельств работы начались поздно, в конце августа, и до наступления холодов нам удалось освоить 931 тысяч лей. Более того, на последнем заседании совета было решено построить не одноэтажную, а двухэтажную пристройку, для того, чтобы охватить всех детишек от 2 до 3,5 лет. К сожалению, дети 2014 года сидят дома, они должны идти в садик. Для этого, значит, потребуется дополнительно еще более 2 миллионов лей. Мы очень надеемся, что региональные власти выделят часть денег, есть устная договоренность, и оставшуюся сумму мы уже будем изыскивать у себя в местном бюджете. И намечается, если все будет нормально, то к 1 сентября эту пристройку сдать в эксплуатацию. В 2016 году мы также начали реализацию еще одного проекта, это строительство водопропускного сооружения по улице Победы. Удалось освоить 549 тысяч лей. Данный проект реализуется за счет местных денег, местного бюджета. Обшая стоимость проекта составляет 1 миллион 674 тысячи лей. Если все будет нормально, до конца июня этого года мы планируем завершить работы по данному объекту. Также оказывалась всесторонняя поддержка администрациям образовательных учреждений по реализации инфраструктурных проектов. В частности, в детском садике «Ибушка» был реализован проект на сумму 130 тысяч лей. Данную сумму нам выделило посольство Литвы. Был создан центр развития ребенка. Там была отремонтирована одна группа, которая находилась в неудовлетворительном состоянии. Приобрели мебель, оргтехнику и все необходимые игрушки развивающие. Также оказывается поддержка лицею реализации проекта «Школа», доступная для всех детей. Она финансируется фондом социальных инвестиций Молдовы. Общая стоимость проекта составляет 100 тысяч долларов. В 2016 году село Авдорма стало победителем национального конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт». Также выиграл конкурс «Наше село» на «Самый благоустроенный населенный пункт» АТО «Гагаузия». За счет предоставленных средств экологическим фондам, центральным бюджетам Гагаузии и нашим местным бюджетам реализуется проект по благоустройству прибрежной зоны озера Чаер. И общая сумма проекта составляет 40 тысяч лей. Мы там хотим построить два домика, поставить урны для мусора, посадить деревья, благоустроить озеро. Одной из основных проблем у нас в селе является отсутствие канализационной системы. Проект уже есть у нас, находится на экспертизе. Стоимость проекта – это порядка 40 миллионов лей. Реализация данного проекта расшита нам на 3 года 5 лет. Мы очень надеемся, что в этом году начнем реализовывать этот проект. Там есть свои особенности, трудности. Очень надеюсь, что мы их преодолеем. Далее я хочу остановиться на бюджете села. Он в 2016 году был выполнен на 128,2%, а по собственным доходам на 148,1%. Если сравнить 2016 год с 2015, значит, наши доходы увеличились на 30%, или это порядка 1 миллиона 100 тысяч лей мы получили больше, чем в 2015 году. В том числе по собственным доходам было получено на 450 тысяч больше, чем в 2015 году. Хочется отметить, что за последние 5 лет доходная часть по нашим собственным доходам местного бюджета увеличилась более чем в 2 раза. Если в 2011 году собственные доходы составляли 900 тысяч лей, то в 2016 году они составили 1 миллион 960 тысяч лей. Это увеличение произошло в основном за счет увеличения поступлений по такой статье налогов, как подоходный налог заработной платы. Хочется отметить, что основную долю в этом налоге у нас в местном бюджете составляет, то есть больше всех перечисленных подоходного налога заработной платы. Это ферма СДС ЕКИП, руководитель Саранди Иван Харлампич. Хочется ему большое спасибо сказать за это. Он нам начал и по другим этим помогать. Поэтому это очень радостно. Подводя итоги за проделанную работу в 2016 году, хочется отметить, что то, что мы планировали, почти все удалось сделать, кроме утепления детского садика, здания и лицея, к сожалению. Хочется поблагодарить всех советников, наших меценатов за огромную поддержку. Вас, жителей села, работников Примарии, за ту поддержку, которую мы ощущали в течение года совместно с вами. Мы делали вот это общее дело, что было сделано в прошлом году. На 2017 год перед нами стоят следующие задачи. Первое – это закончить строительство двухэтажной пристройки на две группы в детском садике «Ивушка». Далее – закончить строительство водопропускного сооружения по улице Победы. Утеплить здания детского садика и лицея. Мы уже работаем над этим. Уже нашли другой источник финансирования по программе САРТ. Принято уже решение. Нам обещали, что в этом году нам деньги выделят. И мы очень надеемся, что как потеплеет, эти работы начнутся. И еще остается окончание строительства дороги Ферапонтьевка-Авдарма. Мы очень надеемся, что все-таки нам эту дорогу закончат. Есть договоренность и нас заверят, что она будет сделана в этом году. Ферапонтьевка-Автарма. Субтитры создавал DimaTorzok